Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня воскресенье, 29 ноября. В этот день Святая Церковь предлагает для нашего назидания отрывок Евангелия от Луки, глава 10, стихи с 25 по 37. По традиции Отец Александр прочитает этот отрывок на церковно-славянском языке. Во время Он, о законник некий, приступи ко Иисусу, искушая Его и глаголя, Учителю, что сотвори живот вечный, наследую. Он же рече к Нему законит, что писано есть, как очтеши. Он же, отвечав рече, возлюбишь и Господа Бога твоего, всего сердца твоего, и от всея души твоей я, и всею крепостью твоею, и всем помышлением твоим, и ближнего своего я ко сам себе. Рече же Ему право отвечал, если сие сотвори и жив будеши. Он же, хотя правдитеся сам, рече ко Иисусу, и кто есть ближний мой. Отвечав же Иисус рече, человек некий, схождаше от Иерусалима во Иерихон, и в разбойники в поде, и же совлекше Его и язву возложше от Идоша, оставший едва живо суща. По случаю же священник некий, схождаше путем-тем, и видев Его мимоиде, такожде же и левит, быв на том месте, пришед и видев мимоиде. Самарянин же некто гряды прииде над Него, и видев Его милосердого, и приступлю, обвеза с трупа Его, возливая масло и вино. Садив же Его на свой скот, приведи Его в гостиницу, и прилежа ему. И наутре и шед, и съем два сребреника, даде гостиннику, и рече ему, прилежи ему. И ежа ащи при ежде веши, аз егда возвращуся воздамте. Кто бы от всех триех ближней, мнитесь, об идти впавшему в разбойники, он же рече, сотвори вы милость с ним. Рече же ему, Иисус, Иди ты, твори так, ложде. Предлагаю, дорогие братья и сестры, прочитать этот текст в русском синодальном переводе. И вот один законник встал, и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус, «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и Левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарианин же, некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, и, если издержишь, то более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай так же». При беседе Спасителя с учениками присутствовали и посторонние лица, среди которых был один законник, желавший искусить Христа, побудить его сказать что-либо прямо в осуждение закона Моисеева и затем, конечно, выступить против него с обвинением. Желая уловить Господа в его слове, законник спросил, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Господь, заставляя лукавого законника самого ответить на этот вопрос, говорит, «В законе что писано? Как читаешь?» Указывая законнику на требования закона, Господь хотел тем заставить его глубже вникнуть в силу и значение этих требований и понять, как далеко законник стоит от их исполнения. законник дословно повторил заповедь о любви к Богу и ближним, содержащуюся во второзаконе и в книге Левит. Борис Ильич Гладков замечает, что в то время вопрос о ближнем решался законниками различна. Основываясь на букве закона, изложенного в книге Левит, 19 главе, законники исключали из числа ближних всех неевреев, но некоторые из них считали своими ближними только таких же праведников, какими признавали себя, всех же прочих евреев называли грешниками, гнушались ими, презирали их, и поэтому не причисляли их к своим ближним. Любя только таких ближних и желая показать, что если он и не исполняет требований закона, как должно, но только по причине неопределенности этих требований, законник спрашивает Господа, «А кто мой ближний?» В ответ Господь рассказывает притчу о человеке, который попался разбойником. Мимо этого человека едва живого, раздетого, израненного, прошли священник и левит. Служитель Божий даже не остановился, увидев несчастного, и прошел мимо. Левит же подошел к нему из праздного любопытства, посмотрел на него и также пошел своей дорогой. Проезжавший той дорогой самарянин увидел израненного, умирающего иудея, и понимая, что для жалости, сострадания и милосердия, нет различия между людьми, и в этом отношении все являются ближними, оказал ему такую помощь, какую вправе были бы ожидать от него лишь самые близкие родственники. Он перевязал ему раны, возливая масло и вино, а затем, посадив несчастного на своего осла, отвез его в ближайшую гостиницу. Ухаживая за больным, в гостинице, и отъезжая на время, самарянин поручил его по печенью содержателя гостиницы, приняв все расходы на свой счет. Архиепископоверкий Таушев отмечает, законник спрашивал, кто мой ближний, как бы опасаясь возлюбить людей, которых он не должен любить. Господь же поучает его, что он должен сам сделаться ближним тому, кто в нем нуждается, а не спрашивать, ближний он ему или нет. Не на людей должно смотреть, а на свое собственное сердце, чтобы не было в нем холодности жреца и левита, а было милосердие самарянина. Нам же, дорогие братья и сестры, очень важно осознавать, что без любви к Богу невозможно спасение. Человек поистине любящий Бога будет видеть образ Божий в каждом человеке, будет стремиться к деятельному служению своему ближнему. Любовь же к людям мы сможем явить на деле, если в каждом человеке, с которым нас сводит жизнь, будем видеть Христа, нашего Спасителя и Бога. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Неси, Господи! Галибри, А. Фин involи, Неси. Субтитры создавал DimaTorzok